Музыка Все знают сказку про курочку рябу, что несет золотые яйца. Но не всем известно, что есть такие домашние птицы, которые несут разноцветные яйца. Говорят, что их можно встретить в Кингисепском районе. А еще этот заповедный край – родина древних малых народностей Ижоры и Води. Там расположен самый крупный в России грузовой порт Усть-Луга. И есть уникальный поселок, имеющий статус столицы. Покидаем Петербург и отправляемся в бывший город Ямбург, нынешний Кингисеп. Кингисеп – один из важных экономических и культурных центров Ленинградской области. Район расположен на юго-западе, в 110 километрах от Санкт-Петербурга и граничит с Эстонией. Добраться туда можно на электричке, автобусе и, конечно, на автомобиле. Так, мы свернулись с Талинского шоссе на Сойкинскую возвышенность. И сейчас едем в центр ижорской культуры, деревню Вистину. Там до сих пор в некоторых домах мелят муку на жерновах и готовят рыбу на кочерге. Ну вот я и в деревне Вистину. С виду обычная русская деревенька, только чересчур опрятная. Дорожки все расчищенные, домики красивые, разноцветные. Здесь мы встретимся с местным краеведом Никитой Дьячковым. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алексей. Скажите, почему Вистину называют столицей и жор? Не все сразу, Алексей. Сначала я вам покажу одно местечко, откуда видны все наши красоты. Пойдемте. Здорово. Никита, скажите, а вот вообще название Сойкинский полуостров откуда взялось? Может быть связано с птицей Сойкой? Да, все верно. У нас существует такая легенда, что Петр Первый возвращался с Северной войны и решил отдохнуть здесь. Уснул, но его разбудила птица. Петр Первый спрашивает, что это за птица меня разбудила? Ему ответили, Сойка. И тогда государ повелел, чтобы отныне этот полуостров назывался Сойкинским. Хорошо, Никита, показывайте дальше свои красоты. Кстати, Алексей, это традиционная постройка для жор. Особенность ее в том, что здесь сохранилась четверхскатная крыша. Раньше ее обычно покрывали соломой, ну или дранкой. В таких домах жоры еще жили до середины 20 века. Но я вам еще хочу показать еще один дом, более такой интересный. Никита, ну кладка очень интересная. Какого это века постройка? Это постройка примерно начала 20 века. Здесь на побережье Финского залива очень много камней. И поэтому здесь люди начали строить такие вот каменные дворы. Но, к сожалению, зимы здесь очень суровые. И поэтому камень очень сильно промерзает. И находиться зимой в этих помещениях очень сложно. И поэтому здесь в основном строили деревянные постройки. А это, Алексей, наш жорский музей. Здесь мы храним все наши тайны. Первая тайна вот в этой бочке-катке. Наши сойкинские деревни назывались американскими. И было это связано с тем, что здесь занимались рыболовством. И рыбы вылавливали очень много. И успешно ее продавали. И поэтому из окрестных деревень, провинций старались взять в невесту именно сойкинскую и жорку, сойкинскую невесту, так как она приносила в семью очень богатые приданые. И приносила она это приданые в таких вот бочках-катках. А, значит, это бочка для приданого. Бочка для приданого. Так, а можно посмотреть? Сейчас там есть какие-то приданные? Посмотрите. Нет, пусто. В этой пусто, а вот в той очень много его. Ну-ка, покажите. Можно примерить? Пожалуйста. Эх, чем не жорский жених? О, и приданого привалило. Да, только здесь вещи одна для веселья, а другая для труда. Да? А что это? Чья это шляпа? Это шляпа рыбака. Ее брали с собой на трудный рыбный промысел, и поэтому место ей не здесь. Алексей, это предметы рыболовства. И в старину на рыбную ловлю ходили целыми семьями. И женщины не хуже мужчин ловили рыбу. И они ловили разную серую рыбу. Серую? Скажите, красную знаю, белую знаю. А серая это что такое? А серая это салака, корюшка, килька. И даже у нас самое любимое традиционное жорское блюдо – это салака на кочерге. А попробовать можно? Можно. Тогда пойдемте к нашей местной известной жорке. Пойдемте. Смотрите, дымок уже завивается. Нас там ждут. Валентина Ивановна, правда, что вы рыбу готовите на кочерге? Ну, можно и на полене. Но на кочерге быстрее. Что ее можно видеть туда дальше, пихнуть. А полено здесь близко стоит. Это древняя жорская традиция? Раньше вот хозяйки так и делали. Потому что надо было идти в море. Сзади хозяина. А детки дома оставались. Вот они вставали и эту серенькую рыбку ели. А в чем технология? Может быть, я вам помогу? Ну, держите, возьмите кочергу. Вот рыбку надо так ставить. Салака. Даже килька вон есть одна. Так ее правильно класть. Вот так, да? А, хорошо. И в печь, да? В печь. Над огнем прямо? Ну, да. Вот так, держите. Пусть печется рыбка. А сколько держать-то надо? Ну, секунды-две. Хватит уже. Хватит, да? Подожди, нет. Нет, еще немножко. Надо, чтобы подгорело немножко. А, подгорело. Красиво, чтобы было бы. Ага. Да, нелегко это дело. Рыбу на кочерге готовить. Все же готовить легче, чем с моря ловить. Легче. Легче, да. Вытаскивайте уже на нос. Ой, все порядка. Давайте сюда. Вот рыбка. Серая стала красивая. Красивая. И сколько раз так нужно кочергу в печь? Может, 20, а может, и 30. 30 раз? А что? Да. Себя, если большая, детей много-много надо. Ижорцы предпочитают запеченную рыбу вымачивать в соляном растворе. Это усиливает вкусовые качества. Поношу рыбки еще. Ой, действительно быстро. Поешьте. Быстрый, хорошо, вкусный рыбка. Вот так. Здорово. Вот так. Валентина Ивановна, а вы сами по-ижорски говорите? Говорю, но плохо. А вот Иванакюля, совместник Николай Дмитриевич, настоящий, ижорец. Он хорошо разговаривает. Можете съездить. Ну что же, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Идите. Всего доброго. Да, это я погорячился насчет пойдем. От Вестина до Иванакюля почти 50 километров. Так что поеду-ка я на машине. А по дороге осмотрю Сойкинскую святыню. Храм Николая Чудотворца. Поехали. Удивительное место. Именно здесь понимаешь, что храм – это не только стены. Люди приходят на развалины Сойкинской святыни, несут сюда иконы, свечи, цветы, делятся самым сокровенным и искренне верят, что именно здесь их услышат. Здравствуйте. Можете посмотреть? Да, пожалуйста. Очень красиво. Скажите, какие-то знаменитые русские художники творили в этих местах? Шишкин написал «Утро в Сосновом бару». Здесь места очень красивые. Вот так что и Шишкин, и Кипринский вполне могли здесь быть. Да, ну и отсюда, конечно, потрясающие виды. Но считается самое высокое место в этом крае, на Сойкинском полуострове. Очень красивое. И тут дали такие видны со всех сторон. Да, здесь, на Сойкинской горе, такие просторы открываются. От Финского залива до Копорья. И до Усть-Луги рукой подать. В советское время здесь начали строить военную базу, подобно Кронштадту. Но помешала Великая Отечественная война. И только совсем недавно, в начале 21 века, активно приступили к строительству крупнейшего международного порта, который в сутки сможет принимать более 600 судов. Навигация в Лужской губе длится 326 дней в году. Именно поэтому здесь был построен крупнейший в России международный торговый порт Усть-Луга. Это не только окно в Европу, а окно в мир. Эта стройка вызвала настоящую войну с ижорцами. Под угрозой был снос нескольких деревень. Но древний исконный народ отстоял свою землю. И говорят, что помогала им в этом сама Богородица. Здесь, на Кингисепской земле, был найден Богородицкий следяной камень у святого источника. Там мы сегодня обязательно побываем, но сначала съездим в ижорскую деревню Ван-Акюль. Вот и в деревне Ван-Акюль. В переводе с ижорского это название означает «старая деревня». Не такая, что она и старая, судя по современным постройкам. А вот и дом Николая Дмитриевича, потомственного ижорца. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Здравствуйте. Тере-тере? Тере-тере. Что значит тере-тере? Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Да. А что это вы собираетесь делать? Муку молоть? Муку молоть вот на камне, ручном камне. А как называется это по-ижорски? Кя-си-ти-ви. Кя-си-ти-ви. Ручной камень. А можно вам помочь? Ну, пожалуйста. А куда нужно это кидать? Сюда, сюда. Сюда, да? Вот столько хватит? Да, но немножко больше. Побольше, да? Да. Вот так? Положи, да. Ага, вот сюда. Не останавливай. Сразу бросай, не тяни. Еще класть, да? Давайте. Оп. Хватит. Что это значит? Первая твоя мука. Всего доброго, Николай Дмитриевич. Вайка. Чтобы намолоть ведро муки, нужно два часа крутить эту штуку без остановки. А нам пора ехать дальше. Мы направляемся в город Кингисепп. В старину его называли Яма. Это был перевалочный пункт по дороге в Германию. Позже построили мощную крепость, а город на немецкий манер нарекли Ямбургом. Местные жители утверждают, что именно здесь, в 17 веке, Голшинский путешественник Адам Алиарий рисовал Ямбургскую крепость. Сейчас от крепости практически ничего не осталось, поэтому без помощи краеведов мне не обойтись. Горько, пожалуйста, где же крепость находится сейчас? Мы с вами вот и стоим на территории Ямгородского городища. Крепость начинается за мостом у Южной башни. А в 1703 году, после того, как русскими войсками территория была отвоевана, здесь по распоряжению Петра Великого были насыпаны земляные бастионы. А раскопки проводились здесь? Да, в 1971 году здесь, у нас на территории Ямгородского городища, работал известный археолог Анатолий Кирпичников. Я могу вам показать остатки Южной башни крепости. Толщина стен доходила до 4 метров, а высота стен была около 15 метров. А где можно посмотреть, как выглядела эта крепость? Макет нашей крепости находится в Кингисепском историко-краеведческом музее. Вот он. Это бывшее Ямбургское коммерческое училище. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Мне сказали, что у вас в музее есть макет крепости. Да, конечно. У нас много интересного, и макет, конечно, есть. Я знаю, что крепость была построена за 33 дня. Это правда? Да, это правда. В новгородской летописи, так и говорится, 33 дня было потрачено на строительство этой крепости. Строили огромным количеством народа и руководили этой стройкой 5 воевод новгородских. Ирина, как же ее разрушили? В 1682 году шведы заложили по периметру крепости 40 бочек пороха и взорвали ее. Ирина, это что такое? Герб Кингисеппа? Это первый герб нашего города, герб Ямбурга. Есть мнение, что сияющее солнце олицетворяет Петра Великого, Петра Первого, а Черный Орел – графа Меньшикова. Очень красивые легенды. А что вообще означает Ям? Существует несколько версий. Первая версия – это Ямаров. Вторая версия – это почтовая станция. И третья версия – это место получило название от племени, которое раньше его населяло – племенями. Кингисепп раскинулся на берегах древней реки Луги. Она берет начало в болоте и впадает в Финский залив. Луга – одна из самых крупных рек Ленинградской области. На левом берегу реки расположен парк Романовка. Скажите, это парк Романовка? Да, это Кингисепп, парк культуры Водоха Романовка. А что здесь у вас есть интересного? У нас интересного. Здесь все интересно. Конный клубаш, лыжная база. Лыжная база? Да. Слушайте, зима заканчивается, а я еще ни разу на лыжах не прокатился. Работает пункт проката, воспользуйтесь. Помните, была такая поговорка? Вставай скорее на лыжи, здоровьем будешь не обижен. Вот пойду я получать свою порцию здоровья. Ну вот я и на финише. Какой любопытный памятник. Интересно, что здесь делает лев? Пойду узнаю. Скажите, а почему памятник льву? Это памятник не льву. Это памятник герою войны 1812 года Карлу Ивановичу Бистрому, генералу Тинфантерии. Памятник на его могиле поставлен. Его настолько любили солдаты, что они собрали деньги на этот памятник и поставили его здесь. Авторитет у вас столько велик у солдат и у всех-всех прочих, что даже вот этот памятник указывается на картах Санкт-Петербургской губернии 19 века. А какие у вас еще есть достопримечательности? Ну, украшение нашего города Екатерининский собор, архитектора Ринальди. И его, в принципе, даже вот отсюда видно, можно посмотреть. Да, ну что, пойду посмотрю. Давайте. Пока. Екатерининский собор 18 века, построенный архитектором Антонио Ринальди, визитная карточка Кингисеппа. Он виден из любой точки города и является особой гордостью горожан, которые восстановили его собственными силами. Храм во имя великомученицы Екатерины построил придворный архитектор Екатерины II, итальянец Антонио Ринальди. Он же строил мраморный дворец в Петербурге, Большой Гатчинский дворец, масштабные стройки. А Ямбург был небольшой городок, и то, что здесь строил храм любимицы императрицы, говорило о ее особом расположении к этому городу. Сейчас я стою на Большой Санкт-Петербургской улице. По генеральному плану города, утвержденному еще Екатериной II, это центральная магистраль с главной площадью, которую окружали корпусы гостиного двора. В конце 18 века здесь разместился пехотный царицинский полк. Возможно, это было сделано с целью укрепления западной границы Российской империи. А позже между восточными корпусами строится конный манеж, который завершил ансамбль площади. Сегодня в нем находится главная спортивная арена города. Кстати, именно здесь тренировался знаменитый футболист Александр Киржаков, уроженец Кингисеппо. Вот он, Виктор Кингисепп, эстонский революционер, именем которого назван целый город. Некоторые считают, что его фамилия связана со словом «кинг», то есть «король». Но на самом деле «кинг сеппе» в переводе с финского означает «сапожник». Советское правительство ценило Виктора Кингисеппо как человека, продвигающего революционные идеи. А эстонское буржуазное правительство посчитало его диверсантом и приговорило к расстрелу. В городе сохранились до наших дней купеческие и доходные дома, здания городской думы, полицейского управления и казначейства. Вместе с Екатерининским собором и земляными крепостными валами они создают неповторимый колорит исторической части города. Ну что же, я прощаюсь с гостеприимным Кингисеппом и еду дальше. Путешествие продолжается. Сейчас мы едем в деревню Монастырки, о которой мало кто знает. Это настоящий заповедный край самого малочисленного в России народа. Несколько столетий отстаивавшего свое право называться коренным народом России. Здесь, в Монастырках, меня ждет уникальная женщина, создавшая музей в воде. Такой интересный дом. Это же Дранка, ей раньше покрывали крыши. Тут она висит на стене. Точно музей. Валентина Федоровна, а сколько лет этому дому? Здесь не дом, здесь две избы и сеня. Вот эта изба молодая, ей 120 лет. А та изба старше. Сначала построили 160 лет примерно одну избу. Рождается дочь у Сеня, строят вторую избу. Потому что семья увеличилась. И соединяют сенями. Понятно. Пойдемте внутрь посмотрим. Пойдемте в избу. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип Убежала курочка Это та самая курочка, которую несет разноцветные яички Да, это та самая курочка, которую несет разноцветные яички Это водская народная сказка Жили-были старик со старухой Была у них пестрая курочка Снесла курочка яичко Мышка бежала, хвостиком вильнула Яичко упало и разбилось Все расстраиваются, а курочка им говорит, не плачьте, дед и бабка, снесу я вам яички, пестрые. А можно мне на память взять? Можно хоть всю корзиночку. За это большое спасибо. Курочка еще нанесет. Получается, что вы сами этот музей в воде создаете? Да, сама создаю этот музей, собираю предметы быта старины и все предметы, которыми пользовались в воде. И дом этот, эту избу строили в воде. А вот расскажите про ваши экспонаты, вот это что такое? Вот ткацкий станок. Он действующий, этот станок? Действующий, да. А это прялка. А, тут я знаю, что такое, кантеля. Можно попробовать? Можно. Так. Ну-ка. О, почти настроено. Ну-ка, попробуем. Курочка пестрая, несет золотые яички. Ну вот. У тебя очень хорошо получается. Ты случайно не вожанин? А все может быть, почему бы и нет. Я слышал, что здесь есть камень, на котором по легенде оставила след сама Богородица. Вы знаете, где он находится? Я знаю, где он находится. Я езжу в крещение купаться туда. Это недалеко. Деревня Пилова. Ну, поеду. Спасибо большое. Кингисепская земля богата природными источниками, и у каждого есть своя легенда. Но этот пиловский особенный. Рассказывает, что здесь, неподалеку, жила когда-то бедная семья. Мать сильно болела, и помогали ей во всем два сына. Однажды братья пошли к ручью набрать воды в кувшин, но поссорились, кому его нести домой. Кувшин упал и разбился. Братья очень расстроились, но тут и явилась им сама Богородица. Помирила братьев, склеила кувшин и наполнила его водой. Та вода исцелила их мать. А на камне, где стояла Богородица, остался след и забил чудодейственный родник. С тех пор сюда приезжают паломники, чтобы прикоснуться к камню и испить целебной воды. Чудесная водичка. Силу придает. Кингисепский район – удивительный заповедный край. Не все могут похвастаться тем, что у них есть малая и большая Россия, звенящий камень, свое водохранилище и гидроэлектростанция. А Ивангородская крепость до сих пор охраняет российскую границу. Но обо всем этом я расскажу вам летом, когда вернусь сюда еще раз. Меня зовут Алексей Морозов. Увидимся с вами где-нибудь еще в заповедной области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова